Итак, ребята, мы с вами сегодня рассмотрим междоусобицу князей после смерти Ярослава Мудрого. Итак, в 1054 году Ярослав Мудрый умирает. У него остается пять сыновей. Вот вы видите пять сыновей, которые у нас с вами склонились у изголовья умирающего Ярослава Мудрого. Умирая, Ярослав Мудрый определяет, что для того, чтобы впредь не было междоусобиц среди его сыновей, он устанавливает лествичную систему престола наследия. Лествичная система престола наследия получает свое название от старославянского слова «лествица». В настоящее время оно созвучно со словом «лестница». Такой термин был введен потому, что передача власти велась по ступеням. В основу предложенной Ярославу Мудрым новой системы управления и наследования был положен принцип сеньюрата, то есть власти старейшего в роду. В случае смерти одного из князей его место занимал младший, что становилось причиной перемещения всех князей. Здесь вы видите ступенек у нас с вами. Раз, два, три, четыре, пять ступенек. На самом деле городов этих было более 30. Князь умирает и начинается передвижение всех князей по ступенькам. Ярослав Мудрый надеялся, что с такой системой каждый князь будет иметь возможность со временем стать великим князем киевским мирным путем. Значит, не надо будет вести междоусобные войны. По листвичной системе правит старший в роду. Старший сидит в Киеве и определяет всю политику государства. Следующие братья по праву располагаются в других, менее престижных городах. Итак, сначала правит старший брат, потом младшие братья по порядку, потом дети старшего брата, дети следующих братьев, внуки, правнуки в той же последовательности. Но если князь умер, не успев занять Киевский престол, то все его потомки превращаются в изгоев. То есть лишаются права занимать Киевский престол. В таком случае этим князьям выделялись уделы, и они становились наместниками. Конечно, они такое положение считали несправедливыми, поэтому начнут бороться за свои права. И вообще, когда у нас с вами князей было мало, понятно тогда, кто правит старший в роду, кто является старшим в роду. А когда род Рюриковичей разросся, их стало много, как понять, кто правит старший в роду? Вот кто является старшим в роду? Дядя или племянник? По логике вещей, по родственному, дядя старше племянника. Но бывает ведь иногда так, что дяде 5 лет, а племяннику 15 лет. Кто старший является? Понятное дело, племянник. То есть непонятно вообще, старший в роду это кто вообще, как вычленяем это старшинство в роду. Кто является старшим в роду? Они сами запутались, а потом кто является старшим в роду. Итак, дядя и племянник, для того, чтобы выяснить, кто из них прав, и кто является на самом деле, может быть, князем киевским, да? Будем выяснять, берем у нас оружие и дядя и племянник, и пошли на поле боя, выясняется оружие в руках, кто же из них является, получает право сидеть на киевском престоле. В течение времени лестничное престол у наследия будет ослабевать. Окончательно оно утратит свою силу в 1425 году, когда на престол зайдет Василий II. И лестничное право, в принципе, у нас, помните, при Василии II будет феодальная война или династическая война. Это у нас с вами будет война между двумя системами престола наследия, семейный и родовой принцип престола наследия, семейный принцип победит родового. Ну вот он у нас с вами, лестничная система, это и есть родовой принцип престола наследия, правит старший в роду. И вот мы с вами еще раз определяем Киевское княжение, занять Киевский престол – это вообще цель всего этого порядка, наследование княжеской власти. Второй по значению город вы видите Чернигов, третий – Переяслав, дальше Владимир Воленский, Смоленский. И так, я еще раз вам говорю, там более 30 городов. Представляете, когда в роду было еще мало детей, логично и понятно, что все князья успеют в своей жизни занять Киевский престол. А когда еще раз род Рюриковича разрастается, то, конечно, у некоторых князей шансы занять Киевский престол равны нулю. Просто потому, что их жизни не хватит дождаться, когда все предыдущие князья перед тобой в цепочке помрут, и тебе вдруг вывалится счастье стать Киевским князем. Поэтому и начнутся междоусобицы вновь. Но первое время, как и планировал Ярослав Мудрый, действительно усобиц не было. И после смерти Ярослава Мудрого, как он это предвидел и как он этого не хотел, действительно междоусобицы не будет. Незадолго до своей смерти Ярослав Мудрый подготовил завещание, в котором распределил свои владения между сыновьями. Трое старших сыновей получили главные русские земли. Исеслав Киев и Новгород, Святослав Чернигов и Муромские, Рязанские земли, Всеволод Переястов и Ростов. Младшие сыновья Вячеслав и Игорь получили Смоленский Владимир Волынский. Перечисленные в завещание владения не передавались по наследству, поэтому сложилась система, при которой младший брат наследовал старшему в княжеском роде. То есть так и сложилось у нас с вами лестничное право. В 1054 году после смерти Ярослава получил Смоленское княжество Вячеслав. Через три года он умирает. Владимир Волынский получает Игорь. Игорь тоже умирает в раннем возрасте. На момент смерти ему было 24 года. Он, так же как и Вячеслав, оставляет малолетних сыновей Давыда Всеволодовича, которые стали князьями и сбоями по решению старших Ярославичей и не наследовали своему отцу. Итак, вот у нас с вами три старших Ярославича. Изяслав Ярославич, Святослав Ярославич и Всеволод Ярославич. Как работает лестница? Изяслав Ярославич умирает, Святослав садится в Киев, Всеволод садится в Чернигов, а в Переяславле садится старший сын Изяслава. Святослав, сидящий в Киеве, умирает, Всеволод из Чернигово переезжает в Киев, старший сын Изяслава переезжает в Чернигов, в Переяслав садится старший сын Святослава. И так вот они, потом старший сын сына, то есть старший внук и прочее. Вот, в принципе, так должна была работать Лествица. Значит, сразу после смерти Ярослава Мудрого у нас междоусобиц нету, а будет триумвират Ярославичи. То есть с 1053 по 1073 год, 20 лет, Ярославичи жили в мире и под властью Есеслава все делали сообща. Поэтому и говорят, что это правление Ярославичей триумвират. Три Ярославича правили в мире. Вот перед вами земли, которые передавались Ярославу Мудрым в правление своим сыновьям. Зелененьким цветом земли Изислава, фиолетовый Святославу, голубенький Всеволод, желтенький, вот он Вячеслав. И вот у нас с вами Игорь, Владимир Волынская земля вместе с Галичем. Мы видим, особняком стоит Полоцкая земля. Полоцкая земля выделяется в отдельное княжение во время междоусобицы, в ходе которой Ярослав Мудрый приходит к власти. Поэтому уже при Ярославе Мудро Полоцк был отделен и обладал своей самостоятельностью. Итак, вместе Ярославичи дополнили русскую правду новыми статьями, которые заменяли кровную месть денежными штрафами. Сообща защищали границы на юге от торков. К нам пришли торки. Они кочевали в наших причерноморских степях в 10-13 веках. В 1985 году торки принимали участие в походе киевского князя Владимира Святославича на Булгары-Хазар. В начале 11 века теснимые половцами с востока торки откочевали к Днепру. И там, собственно говоря, столкнулись с русским государством. В 1060 году против торков был предпринят поход князьями Изяславом Святославом Всеволодом Ярославичем и Всеславом Полоцким, который окончился, по словам летописи, тем, что торки, убоявшись, решили сесть... Вот у нас город Торческ, вы видите, основан будет, да? Вот они торки. Значит, они, часть торков поселилась в Паруси и стала подчиняться местным князьям. Центром этих полуоседлых торков был город Торческ. На левом берегу Днепра поселилась другая группа торков, которые признали власть Перьяславского князя. По известиям XII века эти торки занимали местность близ города Баруча. Часть торков ушла на запад, перешла Дунай и приняла подданство Византии. Поселившиеся в Паруси и на землях Перьяславского княжества торки вошли в ассальное объединение тюркских племен под названием Черные Клобуки и в их составе принимали участие в защите границ Руси от половцев и в военных походах русских князей. Во время нашествия Батыя Паруси будет разорено, многих торков монголо-татары переселили на Волгу, а остаток торских колонистов ассимилировался с местным славянским населением. Дальше. Вместе сообща воевали против половцев Ярославича и сообща воевали против полоцкого князя Всеслава Бречеславича. Итак, Всеслав Бречеславич или Всеслав Вещий, Всеслав Чародей, полоцкий князь. Первоначально полоцкий князь был лоялен к Киеву. В 1060 году он вместе с Ярославичами принимает участие в походе против торков. Однако позже Всеслав начал набеги на соседние княжества. В 1065 году он совершил набег на Псков, который продержал в осаде, но не взял. А в 1067 году на берегу реки Черехи он разбил войско новгородского князя Всеслава Изиславича и занял Новгород. Новгород был частично сожжен, часть горожан была взята в плен, а с новгородского Софийского собора были сняты колокола. Колокола иконы и утварь новгородских церквей были увезены в Полоцк. И, как считают многие историки, колокола Софийского собора Новгорода были сняты для того, чтобы повесить их на Софийский собор в Полоцке. Еще в 1066 году в Полоцке началось возведение православного кафедрального собора Святой Софии. Этот собор стал символом притязания Полоцка на равенство с Киевом и Новгородом. Исследователи предполагают, что награбленное годом раньше в Новгороде предназначалось для вот этого собора. Собор Святой Софии дошел до нас в значительно преображенном виде и теперь является древнейшим архитектурным сооружением на территории современной Белоруссии. В начале 1067 года против Всеслава Вячеславича совместно пошли три Ярославича – Изяслав, Святослав и Всеволод. Они направились на Менск или Минск, разрушили этот город. Войска Ярославича и Всеслава сошлись на реке Немеги. Согласно Татищеву, войска неделю стояли в глубоком снегу одно против другого. В конце концов, Всеслав атаковал. В битве на Немеге 3 марта 1067 года Всеслав потерпел поражение и бежал, сумев прорваться сквозь войска Ярославичей в Полоцк. Татищев отмечает, что Ярославичи не стали снаряжаться за ним погоню, а начали грабить южную часть Полоцкой земли. Спустя четыре месяца Ярославичи пригласили Всеслава на переговоры, целовав кред, что не сделают им узлам. В районе Арши, около слияния реки Аршицы, Всеслав вместе с двумя сыновьями в лодке переплыл в Непр для переговоров с ними. Однако Ярославичи нарушили крестное целование, захватили Всеслава и двух его сыновей, привезли в Киев, где посадили в Поруб. Поруб – это тюрьма без дверей, построенная вокруг заключенного. Вот вы видите, из Радзевиловской летописи миниатюра Всеслава Вречеславич вместе с двумя сыновьями переправляется в лодке через Днепр в 1067 году. То есть Ярославичи пригласили его на переговоры, но при этом схватили его и посадили в тюрьму. В это время, значит, у нас в 1060-е годы на русские земли приходят половцы. В арабо-персидских источниках их называют кипчаки, в европейских и византийских источниках – куманы, ну а наши славяне называли их половцы. Половцы приходят у нас с вами с Азии, посмотрите, да, первоначально, вот они, кипчаки, кипчасские, каганаты, то есть они у нас с вами из-под Урала. Кочу я вот в этих степях уральских, двигаясь дальше. Половцы – кочевники, превосходные, в первую очередь, это превосходные воины, если они кочевники, да. Детей этих племен с малых лет учили верховой езде, приемом боя, чтобы впоследствии они могли поступать в состав кошуна. Кошун – это ополчение от одного рода. В кошун могли входить десятки людей или три-четыре сотни, которые лавинообразно нападали на врага, окружали его кольцом и засыпали стрелами. Вот у нас с вами половцы или копчаки, вы видите, приходят в наши степи с 1055 года. И вот стрелочками показано направление, наступление половцев на Киев и Переяслов. Почему половцы? Вот смотрите, перед вами наверху печенеги, а внизу половцы. И те, и те кочевники. На печенеге мы видим черные, черные волосы, да, а у половцев, посмотрите, какие, да, светлый цвет волос. Вот почему половцы, да, откуда пришло это слово половцы? Половцы от русского полов, жёлтый. Полов жёлтый, то есть жёлтые кипчаки. А почему жёлтые? Ну, потому что цвет волос у кипчаков был, как цвет выжженной соломы. Поэтому полово, цвет выжженной соломы, жёлтый, отсюда половцы, вот по названию их цвета волос. Они носили доспехи в виде прямоугольных пластин из железа. Их военное мастерство было настолько высоко, что на скаку из луков садник мог сбить любую летящую птицу. В среде половцев практиковался культ предков, который реализовывался через установку каменных изваяний на высоких участках степи, на водоразделах в специальных святилищах. При этом непосредственные захоронения находились рядом не всегда. В половецких могилах часто было распространено погребение покойника вместе с бытовыми предметами и чучелом его боевого коня. Вот такие половецкие бабы, как их называют, они есть и в нашем краеведческом музее имени Фелицина. Краевой краеведческий музей имени Фелицина. Там можно увидеть половецких баб. Первое упоминание о половцах приурочено к 1055 году в повести временных лет, когда переяславский князь Всеволод Ярославич заключил с ними мирный договор. После разгрома русскими князьями торков в степях в 1060 году половецкие кочевья вплотную приближаются к южно-русским границам. И в 1061 году половцы прорвали оборонительное кольцо из земляных валов и палисадов, сооруженных еще при Владимире Великом и Ярославе Мудром, и одержали победу над дружиной Всеволода. В начале сентября 1068 года половцы во главе с ханом Шаруком напали на Переяславскую землю. Переяславский князь Всеволод обратился за помощью к своим братьям, к киевскому великому князю Зеславу и черниговскому князю Святославу. Зеслав собрал в Киеве ополчение из местного населения. Каждый из братьев привел свою дружину. Битва с половцами произошла на реке Альте. На реке Альте закончилась поражением трех братьев. Изислав и Всеволод бежали в Киев, Святослав, Чернигов. После победы половцы рассыпались по южно-русским землям и занялись грабежом. Разбитое киевское ополчение, созвав вещи на торговой площади в Киеве, обратилось к Изиславу Ярославичу с такой речью. Половцы рассыпались по земле. Дай княже оружие и коней, мы будем еще биться с половцами. Изислав отказался исполнять требования речи, и это послужило поводом к восстанию. Восставшие обвинили не только князя, но и его воеводу Косничка, который жил в Киеве, в том, что они атакают половцам. Люди бросились искать воеводу, но он вовремя успел скрыться. По мнению доктора исторических наук Фраянова, источники Вечи, участники Вечи, отправились к воеводе не с целью наказать его расправиться с ним, а с надеждой разрешить вопрос, связанный с организацией отпора котельника. Это понятно, ибо князь не внял их просьбе, и киевлянам ничего не оставалось, как обратиться к другому высшему военному начальнику, к воеводе. О мирных намерениях людей, которые пришли во двор воеводы Косничка, свидетельствует уже то, что они, не найдя Косничка, покинули двор воеводы, не совершив ни погрома, ни грабежа. Часть восставших бросилась освободить из тюрьмы Всеслава Полоцкого. Другая часть восставших отправилась к княжескому дворцу спорить с князем, препираться с князем. Дружинники советовали князю усилить охрану тюрьмы и любить Всеслава, хитростью подманив его к окну, через которое заключенный получал пищу. Князь не изменил своего решения относительно нового войскового сбора и восставшие двинулись на помощь тем, кто осаждал тюрьму. Изеслав и Всеволод спаслись бегством из Киева. По мнению доктора исторических наук Фраянова, киевская община имела все основания, чтобы расправиться с Изеславом, поскольку он не только проиграл битвы, но и отказался продолжать борьбу с врагом, оставив беззащитной доверенную ему в управление волость. А это означало, что князь не сумел обеспечить безопасность общества, то есть не справился с основной обязанностью правителя. Такой правитель, согласно представлениям древних, плох, и его следовало заменить. Неудачи властителя, пагубно отражающиеся на людях, воспринимали старину как показатель его греховности, несовместимой с занимаемой и должностью. Греховность же властителя – это главный источник напастей и бед, постигающих общину. Тем временем Святослав Черниговский решился вторично выступить против половцев, и 1 ноября 1068 года с тремя тысячами воинов нанес поражение 12-тысячному войску противника в битве на реке Снове. Причем новгородская первая летопись сообщает о взятии Шарукана в плен. Продвижение половцев было остановлено. Тем временем освобожденный Всеслав Бречеславич по воле Вече стал киевским князем. Изислав бежал в Польшу, где и надеялся найти помощь, потому что польский король приходился ему племянником. Всеслав – единственный представитель Полоцкой ветви Рюриковичей, который смог посидеть на Киевском престоле пусть всего полгода. Даже 7 месяцев он пробыл великим князем киевским. Надежды и Зиславы оправдались. С польской помощью ему удалось вернуться в Киев. Узнав, что Зислав возвращается с поляками, Всеслав выступил с киевским войском против него, но, чувствуя неустойчивость своего положения, тайно ночью бросил войско у Белгорода и бежал. Утром войско узнало, что осталось без вождя и отступило к Киеву. От Зислава киевские городские люди ждали жестокой расправы. Святослав и Всеволод взяли для себя роль посредников. Они обратились к брату с предложением не водить поляков на Киев, потому что в этом нет никакой нужды. Всеслав бежал, а киевская веча сопротивляться Зиславу не будет. Если же ты, передали ему братья, хочешь мстить и погубить город, то знай, что нам жаль отцовского стольного города, и мы за него вступимся. Зислав сделал вид, что готов исполнять предложение братьев, но в конечном счете обманул. Он послал вперед своего сына Мстислава, который произвел расправу. 70 человек из тех, кто освобождал из тюрьмы Всеслава, Мстислав казнил, многих ослепил, часть уничтожил без суда. Зислав велел перенести торг, где народ обычно собирался на вечи, на гору, где жили буяри, готовые выступить на стороне князя. Зислав отобрал у Всеслава полоцк, назначив туда сначала своего сына Мстислава, а после его смерти святополка. В октябре 1069 года Всеслав во главе набранного среди води войска появился под Новгородом, но был разбит новгородцами, попал в плен. Его, правда, вскоре отпустили. В 1071 году Всеслав выгнал из полоцка святополка Изиславича и окончательно в нем утвердился. Ну а у нас с вами в 1068 году, в 1069 году возвращается Изислав из Польши и с 1969 по 1973 год все было, как и прежде. Правят три брата вместе. Продолжается триумфират Ярославича. Что же происходит в 1073 году? Почему вдруг в 1073 году начинается новая междоусобница? А потому что святославу Ярославичу показалось, что Изислав хочет править самостоятельно. Не советуюсь с братьями. Святослав настроил Всеволода против Изислава. Святослав вступил в заговор со Всеволодом и братья, обвинив Изислава, в сговоре с Всеславом Полоцким свергли киевского князя, вынудив его вновь бежать в Польшу. А киевским князем у нас с вами становится Святослав Ярославич. И вот вы видите, поскольку Изислав бежал, сын Изислава не может принимать участие в Лествице. И мы с вами видим, что киевским князем стал Святослав Ярославич, в Чернигове сел Всеволод, а Давыд Святославич, старший сын Святослава, сел в Переяславле. Дети Изислава пока исключаются из Лествицы. Итак, Святополк Изислав Ярославич, у нас с вами киевский князь. В 1076 году сын Святослава Олег принимал участие в походе польского короля Болеслава Смелого против чешского короля Братислава II. Когда разбитые русскими и польскими дружинами Чехи попытались заключить мир, предлагая тысяча гривен серебра, русские князья, несмотря на очевидное желание Болеслава закончить войну, и даже на заключение мира с чехами отказались мириться и в течение четырех месяцев опустошали чешскую землю. Союз Святослава с поляками привел к тому, что Изислав не получил польской поддержки, на которую рассчитывал. Но в 1076 году, на 50-м году жизни, Святослав скончался, Став первой известной на Руси жертвой неудачной хирургической операции. Он умер от разрезания опухоли. Несмотря на то, что Святослав умер на Киевском книжении, похоронен он был в Чернигове. Итак, умирает Святослав и на Киевский престол садится Всеволод. Всеволод занимает Киевский престол, но через полгода вернулся с поляками Изислав. А мы помним, что Святослав настроил Всеволода против брата. В принципе-то Всеволод не выступал против брата, и Всеволод добровольно отдает трон Изиславу. Итак, Изислав Ярославич второй раз вновь бежит в Польшу. Но вы помните, что поляки заключили союз со Святославом и Всеволодом, поэтому его из Польши выкинули, выдворили. При этом польский король Болеслав II оставил у себя часть драгоценностей Изислава. Изгнанник Изислав направился в Германию к императору Генриху IV и попросил у него помощи в борьбе против братьев, передав ему гигантские богатства. Однако император, силы которого были отличены внутренней борьбой в Германии, также не поддержал Изислава. Тогда он отправил в 1075 году своего сына, волынского князя Ярополка, в Рим, где тот посетил папу Григория VII. Папа ограничился общими увещеваниями в адрес русских князей. Под влиянием Папы Римского Болеслава был вынужден помириться с Изиславом, так как это стало одним из условий для получения им польской короны. 25 декабря 1076 года Изислав с женой приняли участие в коронации Болеслава в Гнезно. И тут неожиданная удача. Умирает Святослав Ярославич. В декабре 1976 года Всеволод занял его место, ну а тут возвращается на Киев с поляками Изислав, и Всеволод встречает своего брата, предлагает ему мир, и удалился в Чернигов Всеволод. Сразу после смерти Святослава начинается борьба с Всеславом Полоцким, вошедшая в нашу историю, как Киево-Полоцкая война. Вооруженное противостояние войск полоцкого князя Всеслава Бречиславича и войск великого князя Киевского Изислава Ярославича в 1077-1078 годах. Весной 1077 года полоцкий князь Всеслав Бречиславич в очередной раз напал на Новгородскую землю с целью захватить ее. В декабре 1076 года в Киеве умирает великий князь киевский Святослав Ярославич. Между братьями вроде как должна была бы назревать борьба за власть, поэтому Всеслав надеялся, что Глебу Святославичу, князю Новгородскому, никто не поможет. Но просчитался. На помощь Новгороду был выслан Владимир Всеволодович. Всеслав не смог взять Новгород, был вынужден отступить в Полоцкое княжество. Тем временем Всеслав Ярославич уступает Изиславу Ярославичу престол, и Изислав став киевским князем готовит поход на Полоцк. Летом 1077 года против Всеслава пошли черниговские войска во главе с Всеволодом Ярославичем и Владимиром Всеволодовичем, который позже получит прозвище Мономах, а также киевские войска во главе со святополком Изиславичем. Киевская черниговская армия подошла к Полоцку, начала штурм города. Нападавшим удалось оттеснить войска Всеслава в детинец. Далее штурмовали его, но взять не смогли. Началась осада. Вскоре военачальники решили отвезти армию назад в Киев и Чернигов, так как сочли этот поход бесполезным. Следующий поход будет в 1078 году, когда были собраны новые войска, которые повели на Всеслава Владимир Всеволодович и святополк Изиславич. Также князья наняли половцев. И это был первый раз в истории Руси, когда половцы, как наемники, помогали русским в каком-то военном походе. Ну, в данном случае в походе на Полоцк. Войска Владимира и святополка дошли до Полоцка, но город опять взять не смогли. Однако в этот раз они не ушли так просто. Они занялись грабежом и разорением полоцкого княжества. Опустошив земли вплоть до... Опустошив всю южную часть земель Полоцкого княжества, святополк ушел в Новгород, а Мономах с половцами двинулся на Одрск. Взял он город или нет, неизвестно. Однако установлено, что далее он ушел под Чернигов. Киевская Русь не достигла успеха в войне 1077-1078 годов, хотя она и нанесла огромный урон Полоцкому княжеству, но не смогла покорить Полоцкое княжество. На рубеже 1070-1080 годов Сеслав напал на Смоленск, пожег смоленские посады, вернулся в свое княжество с добычей. Попытка Владимира Мономаха застать его в Смоленске не увенчалась успехом, несмотря на поход без обоза с поводными конями, Владимир Всеволодович не смог успеть защитить Смоленск. Ответным походом Владимир разорил Полоцкую землю до Лукомля и Логорска, затем провел еще один поход на Друцк. В начале 1080-х годов Владимир Мономах с половцами разорил Минск, перебив там всех жителей и даже их скот. Однако покорить Полоцкое княжество не удалось и в этот раз. В 1078 году началась новая междоусобная война. Против дядей Изислава и Всеволода восстали их племянники Олег Святославич и Борис Всеславич. Соединившись с половцами, они разбили Всеволода на реке Сажицы. Победители вошли в Чернигов и Всеволод, Всеволода в Чернигов не пускали. Всеволод бежал за помощью в Киев вернулся вместе с Изиславом, осадил Чернигов в отсутствие его князей. Братья Ярославичи и их сыновья Ярополк и Владимир окружили Чернигов и приступили к штурму. И вот у нас с вами 3 октября 1078 года в окрестностях Чернигов произошло сражение между войсками русских князей Изиславой Всеволода Ярославичей и их сыновей Ярополка и Владимира с одной стороны, а с другой стороны Бориса Всеславича и Олега Святославича. Битва произошла на реке Нижатинное Нива. В этой битве погибает Борис Всеславич, Борис Вячеславич и Изислав Киевский. Изислав стоял среди пехоты и неприятельский всадник ударил его копьем в плечо, нанеся князю смертельную раму. Олегу же удалось сбежать в тву таракань. Итак, Изислав в битве на Нижатиной Ниве убит и киевским князем становится Всеволод. Первый правитель Киева, который использовал титул «Князь всея Руси». Этот титул отразился на его печатях. Один из самых образованных людей своего времени. Его сын Владимир Мономак в поучении пишет, что его отец, сидя дома, владел пятью языками. По-видимому, это были шведский, язык матери Всеволода, греческий язык его жены, английский язык его невестки и половецкий. Итак, вот вторая жена, вы видите, будет Анна Половецкая, да, получанка, откуда он знает половецкий язык. Ну, а первая жена его монахини, дочь или родственница византийского императора Константина IX Мономаха. Ну, мы предполагаем, что имя ее было Мария, но не знаем, поэтому говорим монахиня просто. Но она византийка. Отсюда Всеволод знал греческий язык. Всеволод начинает править, несмотря на то, что в Киеве, в Тмутаракане, у нас с вами сел Олег. Олег Святославич сел в Тмутаракане и оттуда поход за походом идет на Чернигов. Олег Святославич считал, что Чернигов – это его отчина, то есть наследство, которое досталось ему от его отца Святослава Ярославича. А смотрел на Чернигов как на вотчину, поэтому он и ходил походами на Чернигов для того, чтобы отбить Чернигов и самому сесть в Чернигове. Он не рассматривал Чернигов как очередная ступенька в Лествице, а это значит, что он нарушал Лествицу, нарушал порядок в государстве. И для Всеволода Ярославича Олег был большой головной болью, потому что ладно отбивать походы, Олега на Чернигов. Тем более, что, кстати, Олег приводил половцев очень активно, и с половцами дружил Олег, потому что он опирался на половцев в своей борьбе за Чернигов. А постоянные приходы половцев, они разоряют землю русскую. Поэтому Всеволод Ярославич был женат на дочери половецкого хана, и он договорился со своими союзниками-половцами, чтобы они все-таки схватили Олега или там убили его, или в рабство продали, ну, то есть как-то избавили его от Олега. И вот половцы схватили Олега, отправили в Византию, отвезли его в Константинополь. После бунта пьяных варягов он, как русский, был сослан на остров Родос. Там он женился на греческой патриоцианке Феофане Музалон, и через два года получил разрешение вернуться в Тмутаракань. Всеволод Киевский посадил в Тмутаракань своего посадника Ратибора, но его изгнали князья из Гои Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич, которые вскоре уступают место вернувшемуся Олегу. Олег продолжает борьбу за Чернигов, с киевским князем Всеволодом. Дальше Всеволоду также придется воевать и с полоцкими князьями. Всеслав совершал поход на Смоленск опять в очередной раз и Владимир Бономах, уже сын Всеволода, ходил походом на опять ходил походом на Всеслава Бречеславича. От Ярополка и Всеславича бежали из Гои. Сыновья Ростислава Владимировича, старшие правнуки Ярослава Мудрого, заняли червенские города. Давыд Игоревич, перехватив торговую артерию в устье Днепра, добился от Всеволода удела, причем на Волыне, как он хотел. То есть столкнулись интересы Ярополка и Сеславича с интересами Всеволода. А вскоре Ярополк погибает от руки наемного убийца в походе против Ростиславича. Ну а тут как раз возвращается Олег Святославич, который нанимает половцев и будет ходить, бороться за Чернигов. Ну, к слову сказать, Олегу Святославичу удастся вернуть Чернигов. И съезд в Любичах в 1097 году закрепит Чернигов за Олегом Святославичем. Так как в борьбе за Чернигов Олег Святославич будет приводить половцев на русские земли, а половцы будут эти русские земли грабить, и вообще половцы воспринимались, как наши давние враги, то Олег Святославич получит прозвище у современников Гореславич. То есть в борьбе за свой Чернигов, за свою отчину, как он считал, он нес горе русским людям. Поэтому Олег Гореславич. И потомков Олега за то, что Олег дружил с половцами, заключал с ними союзы, и женой Олега будет дочь половецкого хана, за то, что Олег дружил с половцами, и половцы были его союзниками. Детей Олега на Руси тоже не любили. То есть вообще Ольговичей потомков Олега на Руси не любили, не долюбливали, не уважали. И, собственно говоря, когда у нас с вами Святопол Кизяславич, будучи киевским князем, умрет, то Киевская Веча обойдет интересы Олега Святославича. Киевская Веча, когда будет восстание в Киеве, Киевская Веча примет решение, что на престол в Киеве сядет Владимир Всеволодович, Владимир Мономах, но не Олег Святославич. Олега Святославича не захотят киевляне видеть своим киевским князем, своим правителем. И понятно почему. То есть они его там не любили, Олега Святославича. Но своего он добьется. Чернигов будет его в отчине. Внешняя политика при Всеволоде была знаменована интенсивными контактами со Священной Римской империей, за императора Которова, Генриха IV, Всеволод выдал свою дочь замуж. Итак, Евпроксия Всеволодовна в западноевропейских источниках Адельгейда, сестра Владимира Мономаха, станет второй женой императора Священной Римской империи, Генриха IV. И будет, соответственно, императрицей Священной Римской империи. И это первый такой большой, мощный контакт с Руси, со Священной Римской империей. Ну, а Всеволод Ярославич у нас с вами в 1093 году умрет. И дальше у нас с вами будет править Святополк Изиславич, старший сын Изислава Ярославича. Но уже правление Святополка Изиславича вы можете прочитать в методичке, которая у вас есть, называется «Последние киевские князья». Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...